Итак, друзья, всех приветствую на нашем образовательном канале Школы имени Достоевского. Меня зовут Полина Андреевна, я педагог-психолог. Сегодня предлагаю нам с вами поговорить о таком свойстве личности, как застенчивость, о том, с какими трудностями можно столкнуться, имея в себе такую особенность, и как помочь ребёнку преодолеть в себе робость и стеснительность. Итак, давайте начнём с понятий «застенчивость». Что же это такое? Это свойство личности, которое возникает у человека, постоянно испытывающего трудности в определённых ситуациях межличностного неформального общения. Проявляется в состоянии нервно-психического напряжения и отличается разнообразными нарушениями психомоторики, плечевой деятельности, эмоциях, волевых и мысльных процессов, рядом специфических изменений самосознания. Американские психологи выделяли ряд обусловленных застенчивостью трудностей, которые возникают в межличностных отношениях взрослых и детей. Среди них такие, как затруднения при знакомстве с людьми, возникающее отрицательное эмоциональное состояние в ходе общения, трудности выражения своего мнения, излишняя сдержанность, неудачное предъявление себя и чрезмерная сосредоточенность на себе. Застенчивость свойственна многим детям и взрослым, и её можно назвать наиболее распространённой причиной осложнения общения. Какие особенности есть у застенчивости? Несмотря на внешнюю бесчувственность, застенчивые дети испытывают такую же гамму эмоций, как и другие. Дети, не имеющие такой особенности в развитии. Но застенчивые дети не могут проявить эти эмоции, отреагировать как-то внешне. Это способствует тому, что дети кипят внутри и часто обращают всю негативную энергию на себя самих, что стимулирует развитие различных аутоагрессивных и невротических проявлений, допустим, отвлекания, теки, навязчивые движения и так далее. Также мнение о заниженной самооценке у застенчивых детей не всегда верно. Да, в основном дети и взрослые с застенчивостью имеют низкую самооценку, но, опять же, бывают исключения. И экспериментальные исследования показывают, что некоторые застенчивые дети оценивают себя достаточно высоко. Проблема в их склонности считать, что другие люди относятся к ним гораздо хуже, чем они сами. Также бывает, что застенчивость маскирует повышенную хранимость и отличность. Однако нельзя говорить о том, что застенчивость — это только негативная черта. Она часто бывает признаком того, что у ребёнка тонкая организация души. И то, что он растёт аккуратным, чувствительным, покладистым, рассудительным, вдумчивым и просто, порядочным человеком. Также застенчивость — это не только боязливость и неуверенность в себе, это ещё и скромность и сдержанность. Ещё одна положительная черта, присущая большинству застенчивых детей, — это прекрасно развитое воображение, творчество и фантазия. Именно детки, которые не любят шумных компаний и стесняются их, никогда не чувствуют себя одинокими, никогда не скучают в одиночестве, когда они находятся сами с собой. Им интересно в своём мире. А так как их мир богат, то нередко они бывают очень талантливыми. Из застенчивых детей вырастают талантливые деятели науки и искусства. Но есть у застенчивости один большой минус, который перечёркивает все плюсы, сколько бы их ни было. Застенчивый ребёнок оказывается в изоляции, боясь проявить себя. Он часто бездействует, остаётся безинициативным и пассивным, упуская возможности развития. И тот же талант, который есть у действительно малыша, может так и не развиться, никем не замеченный и не оценённый только потому, что ребёнок постеснялся его проявить на публике. С такими трудностями может столкнуться ребёнок в будущем? Застенчивость может в дальнейшем привести к профессиональной неуверенности, неспособности принимать ответственные решения, неумение отставить свою позицию, отказ проявлять имеющиеся способности и страх неудачи в личной жизни. Взрослый, который ранее был ровким малышом, не осознаёт своей личностной ценности. Он постоянно ищет компромиссов, ущемляя собственный интерес. Какие причины могут быть у застенчивости? На самом деле их очень много, они очень разные. Естественно, для каждого ребёнка своя индивидуальная совокупность этих причин. Давайте рассмотрим основные из них, самые распространённые. Это наследственный фактор. Несмотря на то, что эта причина считается спорной, её всё равно не сбрасывают со счетов. Также заимствованное поведение. Допустим, когда застенчивые родители учат своих детей реагировать именно робостью. Естественно, они это делают не специально, так как они сами имеют в себе вот это качество, да, застенчивость. Также недостаток общения в какой-то период. Дети, которые были изолированы от других детей, могут не иметь необходимых социальных навыков. Далее, частые неудачи и их страх тоже могут быть причиной застенчивости. Если ребёнка будут заставлять делать то, что находится за пределами его возможностей, страх неудачи будет преследовать ещё очень долго, а с ним и застенчивость. Также критика от родителей и других детей, педагогов, взрослых. Повлекут за собой желание спрятаться и больше не пытаться что-то делать. Это также может быть причиной стеснения. И помочь малышу преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться. Это задачи и психолога, и педагога, и родителей. Это возможно. Она вполне разрешима, если начать заниматься своевременно. Что же можно сделать? Какие пути решения имеются? Необходимо помочь ребёнку расширить круг своих знакомств, чаще приглашать к нему друзей, вместе с ребёнком ходить в гости к знакомым людям, расширять маршрут прогулок и учить ребёнка спокойно относиться к новым местам. Также не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью оберегать от возможных опасностей, и стремиться делать самим всё за ребёнком, предупреждать любые затруднения. Дайте ребёнку определённую меру свободы и возможность открытия действий. Также постоянно подкрепляйте у ребёнка уверенность в себе, в собственных силах и возможностях. Помогите ребёнку найти в себе то хорошее, за что они могли бы себя уважать. Хвалите ребёнка и научите его принимать похвалу от других. Поощряйте, не допуская критических замечаний вроде как обычных. Важно сравнивать достижения ребёнка только с его собственными прежними результатами, а не сравнивать его со способностями других детей. Также объясните ребёнку, что ошибки – это нормально. Дети часто стесняются что-то делать, поскольку боятся совершить ошибку. Так объясните ему, что ошибка – это не поражение, это не повод опускать руки и замукаться в себе, бросать начатое. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Когда ребёнок научится не воспринимать свои промахи как конец света, он станет смелее и увереннее в собственных силах. Начните с малого. Не ругайте и не наказывайте ребёнка за случайные ошибки, разбитую чашку и с пачками на прогулке вещи. Начните привлекать ребёнка к выполнению различных поручений, связанных с обществом. Создавайте ситуации, в которых застенчивому ребёнку пришлось бы вступать в контакт с чужими взрослыми. Безусловное позитивное отношение и принятие ребёнка со всеми достоинствами и недостатками, не давая воли чувству недовлетворённости и желанию сию же минуту ребёнка изменить. Спрашивайте мнение ребёнка, советуйте с ним. Важно показывать ценность его точки зрения. Создайте атмосферу доверия в своём доме, стимулируйте ребёнка, чтобы он говорил вам о своих проблемах, выслушайте его, проявите сочувствие. Итак, мы сегодня с вами разобрали такое свойство личности, как застенчивость, узнали о том, с какими трудностями можно столкнуться в будущем и узнали то, что с застенчивостью можно бороться, её можно преодолеть. Делать это нужно для того, чтобы ребёнок осознал свою личность, свою ценность, был уверен в себе, в своих особенностях и чувствовал себя комфортно в общении с людьми. На сегодня у меня всё. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, информация была полезной и интересной. Подписывайтесь на наш образовательный канал и увидимся с вами в следующих выпусках. Всего вам доброго! Продолжение следует...